Экспорт продукции деревообработки в Азербайджан в прошлом году вырос на 20 процентов. Дружественная страна – один из постоянных и важнейших торгово-экономических партнеров. Туда поставляются фанера, двери, деревянные окна, мебель, пиломатериалы, бумага, картон и изделия из них. Перспективны также поставки домокомплексов из древесины. В 2024 в Беларуси планируют трудоустроить 40 тысяч учащейся молодежи. Для желающих найти заработок на время каникул или совместить работу и получение образования организована временная занятость. В топе благоустройство территории, озеленение парков, ремонт, строительство, общепит. Ребята могут в среднем получить от 630 до 850 рублей. Набор идет полным ходом. Бобруйские специалисты продолжают обновление асфальтовых артерий города. Работа кипит по улице Советской. Сотрудники ДСУ-16 поэтапно трудятся над каждой полосой. В первую очередь это сделано для того, чтобы не прерывать движение транспорта. За это время планируется положить порядка 13 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сроки выполнения тоже очерчены. Окончание ремонта ожидается на середину следующей недели. Учебно-полевые сборы прошли в 147-м зенитном ракетном полку. 5 июня его посетили более 80 учащихся 10-х классов Центра до призывной подготовки, функционирующего на базе средней школы номер 17. Ребята занимались строевой подготовкой, проходили полосу препятствий, побывали на военной технике, посетили музей. Особый интерес у молодых людей вызвала выставка юных художников Белоруссии и России «Наследники Великой Победы», посвященная 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича пройдет показ спектакля по мотивам пьесы Александра Островского «Поздняя любовь». Действие поднимает вопрос о тревогах каждого человека, когда личное счастье потеряно и упущено, возможно, навсегда. Режиссером-постановщиком выступает Эрнест Корнышов. Исполнители знакомы театральным ценителям актеры. Продолжительность полтора часа. Билеты можно приобрести по цене от 10 до 15 рублей.